Вартовчане могут проследить историю города по значкам. К 50-летию столицы Самотлора выпустили необычную книгу. Иллюстрированный каталог собрал более 800 сувенирных, юбилейных, памятных знаков, комплектов наградных медалей и жетонов. Регина Гауфа встретилась с владельцем коллекции и узнала о ее истории. Спортивные, производственные, нефтегазовые. Многие предприятия, чьи значки сейчас красуются в коллекции Айдара Абсгельдинова, уже не существуют. Какие-то сменили названия, иные и вовсе помнят только старожилы города. А между тем, все это часть истории Нижневартовска, которую фалерист собирает уже больше 25 лет. С 1994 года, с начала трудовой деятельности, я начал коллекционировать знаки по нефтяной промышленности. Через какое-то время от нее просто не могла не отпочковаться тема по краеведению. В 2017 году я, в год 45-летия города, после очередной выставки, которая проходила в музее Шуваева, у меня возникла мысль все это дело каталогизировать. И так, спустя пять лет эта мысль обрела вещественную форму. Уже в виде красочного каталога, с глянцевыми страницами и яркими иллюстрациями. Геральдика, транспорт, спорт, промышленность, нефтедобыча и даже значки истории связей СМИ города. Последний значок в коллекции Айдара получен совсем недавно в честь 50-летия Нижневартовска. Это муниципальный нагрудный знак в честь юбилея города. Учрежден он, кстати, был в 2012 году и с тех пор немножко поменял свой вид. А красочность к каталогу и частичку творчества добавила еще одна вартовчанка, влюбленная в столицу Самотлора, Ирина Быкова. Именно под ее руководством и выполнен дизайн и компьютерная верстка книги. А те самые яркие иллюстрации – это продолжение ее проекта «Акварельный Нижневартовск». Конечно, мне это интересно. И, конечно, я с удовольствием согласилась работать с Айдаром. Когда мы, говорю, в совокупности пришли к тому мнению, чтобы энциклопедический его материал соединить с моим творчеством, то, конечно, это вдвойне усилило наш процесс рабочий. Ну, я думаю, у нас все получилось. Тираж издания небольшой, всего 100 экземпляров. Вскоре в Центральной библиотеке состоится официальная презентация книги. После чего, по планам автора, познакомиться с ней можно будет во всех библиотеках Нижневартовска. Регина Гауфу, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.